Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить с Карим в последней серии, даже в двух последних сериях, мы все бродим и бродим по этому огромному, двемерскому, даже не знаю, как это назвать, по подземелью, в общем. Здесь у нас пропала экспедиция, мы нашли уже часть ее, кого по запчастям, кого просто мертвым хладным трупом, но большая часть, насколько мне сдается, все еще где-то тут, пока что мы не видели, хотя не большая часть, половину, по крайней мере, мы уже нашли, будем надеяться, что со второй половины все будет получше, вон вижу ловушку. Хорошо, что у меня легкая поступь, и мне на эти ловушки, в принципе, положить... Ну, такие, кстати говоря, не знаю, потому что у меня легкая поступь, то есть на нажимные пластины я могу наступать без страха, а вот эти вот веревочки... Да, на эти веревочки опасны. Будем знать. Бег, живи, как говорится. Бег, как говорится. Учись, как говорится. Ладно. Собор Альфтант. Ну, хоть что-то, какие-то изменения. Ой, вот только вас не надо, ребят. Одного я запилил, конечно, чисто из-за его тупости, потому что он застрял там где-то в проходе, в другой двумерской крипте. Это было давным-давно, серия, наверное, 20 назад. Но вот уже тогда я понял, что брак это очень и очень неприятный. Поэтому столкнуться с таким в открытом бою мне бы не хотелось. Что за тень? Фаунеш. Хоть поздороваемся. Добрый день. Смотри, не убил. Ну, ладно. Так, золото, трава. Человеческое сердце. Офигеть. Давайте возьмем. Офигеть. Что такое у меня нету? Блин, с какими подробностями сделан, да? Давайте его съедим. Ох, пакость. Да. Урон здоровья. Не ешьте. Не ешьте никакое человеческое сердце. Они невкусные. Наверняка оно пригодилось бы. Мне говорили, что доедрическое сердце пригождается для создания каких-то там клинков доедрических. Но я пока, честно говоря, ни одного не встречал. Может, и встречал, но по незнанию пропустил. Скорее всего так. Потому что уж за чуть ли не... Сколько уж там, в серии 70, наверное, наверняка где-нибудь довстречал. Так, ну что, ребята, у вас тут двое или больше? Потому что вы, по идее... А нет, вот этот опасный. Вот это как раз опасный, вратюня. Так, подождите. Что-то эта авантюра меня начинает... Пугать. Давайте-ка сохранимся. Теперь пошли резать. Что-то еще закололится. Бляха, да что ж мячи такие короткие? Блин, со спины еще жарят. Ну давай ты режь его. Тихо, брат. Тихо, спокойно. Решим все миром. Фу. Как я и говорил... Кто-то еще тупает. Как я и говорил, очень опасные противники. Но в количестве большем, чем один. Гранат. Золото. Костерчик жили. Морцы. Не потеряли еще окончательные остатки разума. Еще пока. Вообще задается. О, можно было их подловить же. Или нельзя? А, я понял. Решетка открылась. Да. Кстати говоря, там наверняка кто-нибудь будет. Как кто-нибудь там будет. Они погонятся за мной. Надо резко закрыть эту решетку. А потом расстрелять их стрелами. По-подлому. Так. Демерский шлем. Тяжелая собака. Стоит всего 200. Во. Вот это вот... Неплохая штука. Так. Взлом уже 73. Хорошо. Камни душ мне уже не нужны. Наелся в свое время. Все желание отпало. Вообще, зачем я-то зачаровывал сразу два меча на захват души? Я не понимаю. Видимо, просто экспериментировал. Ну да ладно. Ты посмотри, да? Против кого-нибудь его можно будет использовать. Где-то арбалет. Оп. Так. Надо эту херь выманивать сюда. Это однозначно. Открытый бой с ним. Ничего хорошего. Я так... Подожди. Я так думаю. А в принципе, смотри, не такой же сильный. Мимо. Попадос. Ну, давай, детка. Давай. Айпанитовые стрелы. Хорошо. Это ж няга. Тут мы возьмем. Возьмем. Ключ от подъемника Альф Танда. Ну, что это выход будет. Ты посмотри, да какая бандура. Вот бы такую на свою сторону. Конечно, о скрытности можно забыть. Но чтоб со мной такой напарник ходил, это было бы весело. Я бы просто прятался, а он бы всех рвал. Зачем мне может понадобиться вот такой вот нож? Свиток вызвал Грозового Атронаха. А неплохо. И это неплохо. Так у меня перегруз сейчас будет. Истинной хватки. Блин. Сейчас будем всякую шнягу выкидывать. Вот это выкинем. И в принципе все, пока. Давайте пальнем. А, мы не можем шмальнуть. Ну, ладно. Там у нас нет сундучка. Что-то я слышал. Что-то у нас тут такое. Сундучок, значит, зашкирили сюда. Что в нем есть? Гранат. Золото. И все. А тут у нас надо думать ничего, да? И тут ничего. Хорошо. Так, ну че? Ставки, господа. Я думаю, победит женщина. Кто бы не победил, ему хана. Такой уж у меня персонаж сволочный, поэтому... Так, давайте маленько это... Поступим нечестно. Да подожди, че я делаю? Ледяная форма. Ну, ты, скотина, сама напросилась. Я вообще-то хотел не это делать, но... Блин, что ж такое? Что ж я в оружии начал путаться, а? Так, ладно. Я хотел вообще-то ей подыграть, заморозить. Заморозить того, чтобы она выиграла, но... Ты ничто, слышишь? Ничто! Это я-то ничто. А ты-то что? Семённый имперский меч. Ну, собственно, и всё похоже. Всё, что осталось. Соло это, собственно, этот и есть. И перец, который завязал всю эту заваруху. И мы его убили. Какой-то хреновый меч. Всего вот. Сто тридцать шесть стоит. Мы убрать не будем. А тут у нас... У тебя что есть? Почему я не могу стенчивать? Взять. Эй, девушка. Может, это баг? Я не понял. Это печально? Так-то. Так, ладно. У вас нет нужного предмета. Отлично. А что за нужный предмет сюда можно вставить? Блин, а почему я не могу стенчивать? Это же... А вот. Нет. Твою мать. Ну-ка, давайте-ка попробуем её шевелём топориком. Может, она после этого как бы... А не, смотрите, она вообще заглючила, да? Сквозь неё всё проходит. Блин, а может, у неё было то, что нам нужно вот сюда вот вставить, чтобы... Давайте-ка, ребят, мы загрузимся. Что ли. Потому что не люблю такие глюки. Тем более, во время развязки... Уже, собственно, в окончании, в оконцовке. Легли, на! Оба-на! Пощады не будет. Хватит лечиться. Ну-ка, стой! Ну-ка, стой! Су-ва! Ты там как? Да шо-шо, какие все злые, а? Ты смотри! Не плачь! Я просто симпатичная мордашка! Да так-то нет. Мы смотрим, как долго крик перезаряжается. Щит у неё хорош. Вернее, блокирование. От самого щита, как мы успели заметить, ничего особо не заметило. Знаете, ну, заметьте, конечно, но в гораздо меньшей степени, чем от навыка им пользования. Так, у мана. В этот раз ты не заглючит, я надеюсь, тарчик кровожадности. Смотри, какой монстр, да? Офигеть. Блин, я его просто из-за внешнего вида возьму. Так, ну и всё, что ли? Ничего у тебя больше хорошего-то и нет. Ладно. Что же нам-то сюда вставлять? Видимо, как-то потом, может, мы по сюжетному кости сюда придём. Оживление трупа у меня есть. Это печально. Может, мне надо сюда вставить... Камень-душ. У меня камни-душ-то есть сейчас? Да хоть, извиняюсь, жопой жуй. Ладно, не знаю. В комментах напишите, если кто знает. Я потом сюда вернусь. Это, в принципе, я думаю, будет просто сделать. Учитывая, что мы сейчас знаем, где выход. А с выхода сюда будет моментально бы добраться. Я надеюсь, конечно, это выход. Либо это подземелье уже просто начинает напрягать. Но, судя по длине загрузки, это именно выход. Потому что грузится целиком в Скайрим. А он с Фрапсом грузится довольно долго. Так, открывай. Ага. Так вот, где мы появились, да? И весь этот путь вниз. Так, короче, запомним. Альф Тант. Сейчас мы идём к Виневому Маяку. Оттуда в Донстар. Хорошо. Так, сохранялочка. Сохранюшечка. Чё там творится? Кто с кем? Патруль охраны нарвался на какого-то мага, похоже, могущественного. Никак не могут его запилить. Всё. Ломали. Кстати, чё-то у меня подозрение, что это нифига не охрана. Хотя, по-моему, всё-таки она. Или нет? Ребята. Шаг. Два. Три. Четыре. Пять. Да вы задрали уже, ребят. Так, тихо. Могу. Так, захочу. Кстати говоря, про орков, около фольктрита, по-моему, помните, был старый волк. Ой, волк, говорю, орк. Который хотел умереть. Надо будет к нему вернуться, потому что в прошлый раз он меня просто нарезал мне только так. Так, ну чё с этих уродов можно взять? В принципе, неплохо. Чё у нас тут? Просто перевал похож какой-то. Старший колдон. Понятно, почему они так долго с ним вошкались. Но сейчас я пойду, видимо... Подожди, это пещера, что ли? Или это перевал такой? Блин, мне же даже не сюда надо. Зачем я сюда иду? Ну, красиво, да? Перевал. То есть прямая дорога к Вайтране, я так понимаю. Ну, не совсем прямая и не совсем дорога. И Вайтран у нас вообще находится вот тут. Но, в принципе, отсюда можно попасть уже и в Виндхельм. И тут мы были. То есть уже к знакомым местам. Так, чё вас подпирить можно? Амулет Аркея. Мне не нужен амулет Аркея. Аркею, я думаю, его амулет... Ну, в ней. Пусть лежит. Вон, иниевый маяк. К нему мы и двинем. Хорошо. Что ты шипишь, а? Похоже, очень сильные чары на него были наложены. Хорошо, хоть в юге нет снега. Потому что с ними тут нифига не видно. Лисичка. А там волки, похоже. Балки. Это чё, нахер? Извиняюсь. Лосик, кто тебя убил? Давай продолжай. Прикольно же было. Блин, я не могу. Чё творится? Он не хочет больше куркаться. Смешно. Не хочет, как хочет. Наше дело предложить. Так, всё. Вот наш маячок. То есть мы почти, почти дошли. Где-то там гробница из Грамора. В тех краях вон. Внутри горе, по-моему. Точно не помню. Давно было? Барашка. Здесь у нас семейка. Довольно печально участь их постигла. Опять же, фаунеры. Да хрена в этих землях фаунеров. А, ну да. Здесь она лежала. Странно, как бы волки не объели до сих пор. Так, а там у нас что? А там я не был. И как раз оттуда мы попадём. Донстар. Хорошо. Люблю ясность. Судя по вот этим вот заборчикам. Так, а там что? Там я не был. Ладно, туда по Томской. Это имперский лагерь, что ли? Судя по этим... Палаточным домикам. Да. И судя по значку на радаре тоже. Какая же тяжёлая-то имперская броня. Не так всё плохо. Какая же тяжёлая-то имперская броня. Не так всё плохо. Хорошо. Как-нибудь на вещу. Так, тебе можно что-нибудь продать? Скорей бы начать потрошить мятежник. Да. Хорошего вас лошади, ребят. К тому же начнём действовать. Валим. Валим. Зачем им две лошади? Одной хватит, я думаю. Такой гоп-стоп. Всё там. Остыли. Красивая лошадка. Ой, 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 лошадка, не падай. Хорошо тут у нас что? Кого чего? Храм призывателей ночи. Так, лошадка. Дуй-ка домой к хозяевам. А мы посмотрим. Чё-то у меня есть подозрение, что здесь не самые добрые обитаются люди. Медведь? Вполне возможно, даже вампиры. А может, и тёмные маги. Поэтому нам, пожалуй, надо сохраниться. Там, похоже, битва идёт. Медведя с местными обитателями. Охренеть. Вы чё, с ума сошли, что ли? Белый мишка. Так, ну чё? Не знаете, что со мной делать? А я знаю, что с вами делать. Смотри, как его сильный, да? Давайте попробуем, что ли? Так, валим на гору. А то сейчас его братья прибегут. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Хотя... Вот если бы они все скопом напали. Ой, 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 ой. Отстань, отстань. Я тебе не рад. Вот если бы они скопом напали, это было бы печально. А так... Так тоже довольно печально. Блин. Надо два разных мяча взять, потому что, когда берёшь два одинаковых, с ним постоянные проблемы. Ну давай, чё? Хороший крик всё-таки. Ой, ты куда делся? Хорошо. Блин. Белые мишки опасны. На что я хотел потратить уровень? Даже не знаю. Сюда у меня не хватает пока. Стрельба. Лёгкая броня. Скрытность у меня уже 96. Обалдеть. При спринте в режиме скрытности. Хорошо. Я думаю, нам сейчас вот это больше понадобится. Так, давайте-ка мы сохранимся и посмотрим, кто обитает и какого хрена. Кто у нас тут тусует? Аж три медведя охраняли. Да уж, дела. Так. Опа-на. Я вижу крыс. Ну, то есть, злок крысов. В принципе, меня вообще не пугает. Похоже на какой-то собор кафедральный. И что-то все, что ли? Ну? Хорошо. Хорошо. Теперь надо понять, что это за звуки. Так. Утраченные легенды Скорима. Пешком по миру. Заблуждение от Таласи. Я думаю, возможно, это что-то по теме, но это похоже. Просто случайно рандомная книжка. Так, ну и что? Вот тут, я думаю, мне не помешал бы факел. Но у меня, как назло, его нет. Может, тут что-то полезное. Так, ладно. Блин, что за шум тут идет? Сложно сказать. Ну, явно тут какой-то подземный ход. Или что-то. Что-то такое должно быть. Странно. Великий. Хорошо. Быстрее не. Назовут же, а? Что-то никаких кнопок не видать. Смарик, похоже, ничего нет. Не могу в это поверить. Возможно, тут что-то и есть, но я этого в упор не вижу. Ладно, выходим. Может быть, я и ошибаюсь. Так, ну и ладно, в принципе. На этом мы завершим эту серию. В следующий пойдем уже... Сколько там осталось идти? Да, уже практически тут. Сейчас бомжа. На подступах убьем. Заглянем в Данстар. Посмотрим, что там да как. Потом двинем сюда. И таким макаром дойдем-таки досюда. Отсюда дойдем досюда. Такая вот у нас дорога. Но это все будет в следующих сериях. Надеюсь, вам все нравится. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok